здравствуй уважаем зритель 31 октября сегодня разгар самый разгар осеннего межсезонья и в какой-то веке мы с пашкой собрались выбраться на наше любимое богоявленское болото ну и коль такое дело поговорим немножечко про снаряжение которое с собой берем как раз таки в эту пору так вот мы с пашкой подошли на нашу полянку вот там вот болото точнее но озеро болото сейчас туда пойдем здесь мы часто знаем это место и что-то мы пришли тут какое-то расстройство чуваки кто тут из наших ходит или не из наших зачем здесь бутылку оставили баклаху допускаю чтобы за водой ходить хотя тоже спорно и розык ну не хорошо так бросать не надо перчатки тоже давайте не будем больше здесь ничего оставлять надеюсь надеюсь это не наши а кто-то левые наша стоянка подразумевает некоторое отдаление от воды поэтому нам сейчас через болото придется дойти до мертвого озера и воду мы будем набирать там паша сейчас одел эти самые свои как они болотоходы я с самого начала шел в резиновых сапогах не самая лучшая обувь для похода но как бы нам тут идти не очень далеко нормально и берем с собой две баклажки 5 литровых нам хватит одну вот эту кто-то оставил еще была вот с собой такая складная но поскольку здесь есть уже готова 5 литровая пятишка так вот эту не буду брать ее потом просушивать не очень удобно в этих складках вода там остается идет надо долго сушить но коли есть другая тара так эту здесь оставим все мы погнали вещи оставляем основные здесь и пошли за водой ну вот мы идем по ковру богоевленского или как иначе называется просто народе мертвого болота вот там озеро против солнышка не знаю насколько видно так вот мы идем против солнца прям глаза плохо видно достаточно мокро ну мокро как обычно но не так весной уже но весной тут вообще я вот в этих сапогах уж прям в аккурат надо было аккуратненько ходить такой ковер но кто смотрит ролики на моем канале знаю много раз видели это болото те кто еще не видел самое время подписаться мы немножко отклоняемся от маршрута дело в том что вот там вот там обнаружен какой-то объект который в принципе не должен здесь быть и мы зачем-то почему-то непонятно для чего идем смотреть что это за объект вон то деревянная фигня а едино рассказать не очень-то легко потому что ну сами видите сапоги туда всасывает болото не очень хочет их возвращать и идешь так дыхалочка сбивается ух вот так вот можно неудачный надо ногой встать да просто подисти пахи еще ну-ка вытаскивай оба на мои мой бы сапог вообще вскрыло это вот местами я выпадаю в ямки вот так только только воды хватает не везде но есть такие ямки все мы добрались отдышимся сейчас до этого объекта короче говоря ну паша так и предполагал что когда засидка для лосей для кого-то он сидушка внизу даже утеплитель под жопу чтобы было комфортно сидеть но знаете в чем прикол здесь охота запрещена это памятник регионального значения здесь нельзя охотиться браконьерят явным образом браконьерят все пришли мы к озеру богоевленскому вот она привет богоевленское озеро давненько не виделись сейчас мы набираем воду наши баклажки немножко запыхались идти вот там вот в тех вот далеких деревцах наш лагерь теперь надо будет кстати его найти потому что не так то просто вот в этой стене деревьев определиться откуда ты вышел вот такая отвода паха покажи она немножко коричневая это потому что но здесь торфяники на торфяная несколько застояла но нам сказать что из этой из этого как бы озера из этого болота вот там где-то на углу берет исток река юхать она впадает в волгу и в определенных местах достаточно широко раз разливается там наверное но не километр но метров 400 в ширину есть вот берет исток вот из этого болота а эту воду мы пили неоднократно кипятим как бы нормально ничего страшного нет не травились ни разу вода достаточно холодно уже идем с озера и вот снесем с собой еще 10 литров воды по 5 у каждого помимо того что идти по воду немножко тяжело и теперь надо определиться где же где живут в этой стене наш блин лагерь на чем ориентировались топах а вон на ту сосну вон там сосна мы такую же примерно приметились и вот мне от нее левее метров несколько 10 20 30 30 скорее всего и вот туда вот мы идем не знаю че когда идешь выходишь из этой зоны леса и идешь на озеро надо какой-то ориентир оставлять чтобы потом к нему вернуться вот такой ковер что меня удивляет нету клюквы мы когда ходим допустим идешь на следующий год там летом всегда находишь остатки прошлогодний клюквы они что-то всегда есть а вот сейчас вроде сезон конец октября начало ноября и клюквы нифига нет ну вот будьте нате прямо на кэмп вышли вот это опыт блин прикиньте стоило оставить кэмп буквально на несколько ну на час на раскоком там ходили вообще не засекал вернулись оставляли хлеб и фига себе здесь кто-то побывал оставляли на елочке но здесь погрыз погрыз хлеб вот этого не было и вот здесь кусок обгрыз кто-то прямо зубами своими впивался да ладно ничего я думаю коронавирус эти люди или кто-то кто это погрызли разносим ну начнем мы с заготовки дров сейчас какой-нибудь сухостой завалим у нас есть ножовка и топор паха покажи свой топор берсерка такой эксклюзивный лес надо сказать кстати такой топор викинга не очень тяжелый вот так если рукой берешься хотя вроде он выглядит мощным тяжелым таким здоровым но не очень тяжелый навес такой очень удобный легкий и мы сейчас покажем как он работает удобный легкий ты сколько раз его с собой брал то я брал его один раз но сейчас я все время я съела в руке не отяжеляет нести легко ладно сейчас короче его применяем паха говорит почему применяем вот это сухостойная елка чтобы не было потом претензий что мы за руль завалились что-то сырое это на самом деле не сырое паха сказал дело тут много с этого поваленных сухих но иногда бывает я например хожу топор вообще не беру с собой и пока есть у нас с собой топор вот паха говорит давай завалим давай завалим что потом следующий раз когда я приду без топора уже было что-то поваленное типа вот как лежит вот это вот елка потом я ее смогу без топора использовать ну или кто-то другой кто сюда придет а еще один плюс что мы сейчас сейчас валим вот этот сушняк что он на палатку не упадет здесь довольно много вот такого сухостоя который может упасть на палатку и так мы разберем лагерь поставили уже палатки вот пашина моя что касается моей палатки то это пожалуй моя самая ходовая палатка ягуар 2 версии 2 от сплава у нее есть свои минусы несмотря на то что я ее очень люблю сейчас я ее поставил на шесть колев вот у меня остался 7 резервный кол и я не знаю куда ее воткнуть с одной стороны логично бы сделать оттяжку вот здесь со стороны ног откуда дует ветер чтобы так сказать была конструкция покрепче но с другой со второй стороны наверное может быть имеет смысл оттянуть вот здесь вот еще одну оттяжку со стороны головы чтобы вот этот клапан воздуховодный был побольше и внутри было меньше конденсата вот стою и думаю как же лучше куда же лучше ее воткнуть шторма этот колышек штормовые оттяжки я не оттягивал ну потому что вряд ли у нас тут средней полосы полосе россии будет сильный шторм и что они понадобятся ну наверное сейчас воткну ее со стороны ног пускай лучше продувается такая вентиляция будет и конденсата будет меньше хотя конечно он будет потому что к вечеру обещают 0 градусов в моих видео часто эта палатка встречается я ее очень люблю и даже для сайта сплава мы снимали обзор ссылочка будет внизу посмотрите рекомендую в две с половиной минуты мы уместились про нее рассказали много ну как вы понимаете двухместная палатка она на два человека заявлены производителем для ну пвд вот вот как сейчас мы вышли на ночь на две для вот я один буду в ней ночевать это офигенный вариант очень круто но вот для пешегорного похода на двоих она маловато не потому что внутри тесновато внутри вдвоем нормально спать комфортно очень комфортно но в походе куда-то подлиннее например на неделю по горам у тебя же непременно будет рюкзака если вас двое у вас будет два больших рюкзака это в такой вот маленький тамбур конечно они не влезут вот и поэтому ночуя там с комфортом вещи всегда будут где-то у кого-то должны будут ночевать отдельно снаружи а если дождь не погода обязательно их нужно накладывать каким-то тентом что-то заморачиваться но для похода выходного дня еще раз повторяю в том числе и зимой я очень часто применяют палатку и она мне нравится внутри она и сетки сейчас вот не буду открывать в основном и сетки это как и плюсы так и минусы тут уже каждый решает сам ну и идем к паше посмотрим как ночует у нас паша паша у нас ночует двухместной палатки трамп сарма эта палатка у него проверенная горами проверенная казбеком двухместный вариант 2 тамбура ну офигенная палатка чего говорит мне очень нравится единственное что мне не очень не нравится это то что вот все таки вот эти предбанники тамбуры нужно оттягивать на колышки в условиях гор когда например кол воткнуть не очень некуда там жестко блин и это проблематично сделать это некий минус с одной стороны но это мое мнение у меня такой палатки нет давайте спросим чё паша про нее расскажет пахам внизу свои пять копеек для двоих человек эта палатка если не оттягивать полностью на все колышки достаточно честновато очень близко нужно спать друг другу и возможно это плюс возможно минус два тамбура несомненный плюс и поход в горы показал то что в одном из тамбуров можно спокойно оборудовать даже кухню поэтому в принципе это такая смелая очень хорошая комфортная полуторка полторашка да да вот как раз у паши тут лежит коврик не знаю наверное стандартный сантиметров 60 ширину если он один здесь к стенке то второй 60 нахлёст не ляжет хотя как мы знаем по стандарту но вообще-то обычно но раньше было 60 сантиметров в ширину на жильца здесь ну как-то действительно вроде поменьше но в нахлёст они ляжут ничего страшного живать можно как-то как-то раньше да действительно были стандарты по 60 сантиметров сейчас вроде как идет все к уменьшению веса и массы и поэтому все это снижается фиг его знать все это как бесспорно но у этой палатки вот обратите внимание есть юбка те кто не знает юбка служит для того чтобы ее можно было или снегом прикопать или приложить камушками чтобы ветер соответственно внутрь тента не задувал в отличие вот от моей палатки которую юбки нет туда ветер будет гулять будет циркуляция воздуха лучше будет меньше конденсата но вот здесь вот такое решение когда конденсата будет заведомо больше но там будет теплее за счет того что там будет меньше холодного воздуха мы с пахой люди старые поэтому людям ночевать комфорте и используем коврики уже не пена про как они там пена полипропиленовая короче пенопластовая а используем вот такие вот надувашки это коврик нейбула от сплава такой же коврик у меня паха его надо у первый поэтому снимаем он заявлен на всесезонное использование ну сплавом производителем всесезонного потому что там внутри какой-то утеплитель честно говоря я не понимаю как он работает вот упакет сейчас разобрано виде вот а вот так вот он выглядит в собранном виде достаточно легкий, сколько он тут 680 грамм плюс минус 6 процентов заявлено производителем слам в длину 186 сантиметров для сравнения мой рост 185 ну полный от макушки там до самых пяток но опять таки вернусь к Пашке в палатку вот он взял с собой вот эту тоненькую пенку это разумно подкладывать под такой самонадувной или вот как в данном случае надувной коврик для того чтобы маленькие иголочки, веточки вот такие вот всякие не было сложнее проткнуть вот этот ковер потому что ну тут ткань действительно не очень такая ну как бы сказать это ультралегкое снаряжение оно требует бережного отношения если просто так бросить его на землю как вот берешь этот простой обычный коврик пенку, его кидаешь на землю, ничего и не будет там если в костер не кидать, она не сгорит там 100 лет прослужит, то этот ковер кинув на землю, немножко приступив на него ногой или ляжешь и он моментально тут же проткнется ты не найдешь эту дырочку, заткнуть его не сможешь и он будет вот такая вот тоненькая тряпочка, которая будет совершенно бесполезной из спальника паха, ты в каком ночуешь? алексико, ух ты какой у тебя алексико, норд, на что рассчитан, не помнишь? он рассчитан до минус 10 вот и с запасом взял а вон сейчас посмотрим на на мешке на что он рассчитан весит 2 200 вот размеры можно поставить на паузу посмотреть температуру комфорта ну, у всех спальников, как мы знаем или кто не знает стандартизированных или сертифицированных по вот этому стандарту EN13537 есть 3 температуры 2 температуры комфорта и температура экстрим верхняя температура комфорта это для женщин вот эта вот средняя температура комфорта это для мужчин а вот эта температура экстрим на нее вообще никогда не стоит смотреть это все фигня ну, вот для пахи типа должно действовать минус 5 ну, у меня, кстати, такой же спальник тоже на минус 5 сегодня ночью обещают до нуля то есть у нас с небольшим запасом что касается моего спальника у меня с собой дотор орбит на минус 5 ну, как можно видеть для женщин так же 0 для мужчин минус 5 комфорта и экстрим тут вообще не указан я считаю это, блин, правильно потому что на температуру экстрима вообще на спальнике я не знаю не стоит ориентироваться на мой взгляд вес 1780 грамм ну, на 200 там с чем-то с небольшим грамм меньше, чем у пахи выглядит он вот так я, честно говоря в этом спальнике буду первый раз ночевать и этот спальник спасибо магазину Кант вот, собственно подгон от них ну, и заодно полез сейчас менять аккумуляторы у меня камера как она там Sony 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 HDR S300 и к ней вот 4 есть у меня аккумулятора один родной аккумулятор и 4 на Алиэкспрессе я заказывал стоял у меня сейчас до этого аккумулятор с Алиэкспресса так вот, представьте что он ну, тупо замерз сейчас не нулевая температура сейчас плюс но вот он замерз и мне пришлось поставить родной хорошо, я зарядил был запасной вот, поставил, заменил так что, вроде как вот на Алиэкспрессе пишут там крутой аккумулятор там много 1600 этих махов литий-ион блин, банально замерз и все сейчас толкани его и он, наверное, еще поработает вот это фонарик который я поставлю вечером на камеру буду снимать когда стемнеет вот такой вот фонарик Fenix на ночь взял буквально от одной пальчику батарейки запитываются Fenix HM23 прикольный легкий фонарик металлический водостойкий там туда-сюда весь такой офигенный легкий это провод заряжать телефон это пауэрбанка ну и батарейка в этот фонарь потому что у меня в фонаре стоит уже не знаю черти сколько долго не знаю наверное сядет вот из электроники все ну телефон где-то в кармане естественно тем временем паха занимается дровами сейчас уже надо растапливать костерочек потому что блин действительно холодает холодает и надо сказать что я в резиновой обуви и ощущаю как сейчас там становится влажно резиновая обувь вот такие вот сапоги не самая лучшая обувь конечно же для похода у меня с собой стапки безусловно вот здесь в этом покрыте есть стапки чтобы переобуться идти нам было недалеко я знаю что нам идти надо было по болоту я сразу и ходил знаю что там будет конденсат но опять-таки это все зависит от маршрута Паша основная ходовая обувь берцы кожаные это разумно потому что они дышат они не скапливаются в конденсат там не образуется вот этот парниковый эффект они дышат это лучше и с собой он брал вот эти вот ну как видели болотоходы Паша уже подготовил хворост для костра и в принципе наверное он должен зажигаться с одной спички типа вот так шаркаешь туда-сюда спичкой и он такой взял весь загорелся наверное это все так и произойдет о может так и произойдет но но я-то хотел поумничать и сказать что можно не выпендриваться с одной спичкой и использовать сухой горючий вот пол таблеточки с собой вот у нас две таблетки сухого горючего вот в таком вот пакетике зажигалка спички непромокаемые чтобы можно было всегда без проблем разжечь костер и не выпендриваться там с одной спичкой что-то поджечь нафиг эти понты как можешь так и разжигай в нашем случае похоже что все загорелось все-таки с одной спички ну это не мудрено потому что Паша провел хорошую подготовительную работу и набрал хворост если вот так вот поленишься и хворост не наберешь то ну конечно будешь мучиться запах и дым костра знаете это такой создает уют на стоянке ты такой приходишь ну вот не про наш случай когда мы уже знаем куда приходим а вот в каком-то походе ты приходишь новое место оно такое вроде невзрачное ты весь уставший такой возможно сырой влажный весь все так неинтересно не прикольно разжигаешь костер вот этот дымок он сразу создает уют и ты понимаешь что ты в своем месте ты в зоне комфорта блин это так классно и сейчас тоже сидишь возле него это тепло расплывается по телу круто дым уже стемнело мы слушаем радио вопреки всем тем кто говорит что зачем приходить на природу и слушать радио надо слушать звуки природы это же так круто ну короче мы слушаем радио и заодно звуки природы и вот тут сушатся остатки этого буханки хлеба паха предположил что та та тварь божья которая отгрызла кусок нашего батона она могла быть заразная этой как ее как она называется бешенством и вот чтобы нам не заболеть бешенством мы ее сейчас спалим на костре вот и наступило утро начинаем собираться сейчас попьем чайку собственно и в путь сложили уже спальники вот это мой орбит это алексей капашина вот так вот выглядит у меня не утянут у паши утянут но примерно плюс-минус одинаковые на одинаковую температуру паши чуть потяжелее но это я говорил вчера кстати мне было интересно посмотреть по ростовке это у меня ладж но паша тоже судя по всему ладж 220 сантиметров в длину тоже большой все имущество которое сейчас будем собирать я принес в таком рюкзаке шерхан 110 от сплава большой рюкзак ну он у меня естественно забит не на полную я предпочитаю использовать рюкзаки ну чуть побольше чтобы туда не упихивать только-только чтобы какой-то был запас но как бы у этого есть и обратная сторона медали например большой рюкзак естественно он сам по себе весит тяжелее чем допустим рюкзак поменьше ну и плюс не каждая модель рюкзака большого в полупустом состоянии ну как бы держит форму например мой титан тоже от сплава у него например клапанная крышка болтается когда он пустой ну там ее приходится снимать ну и сам по себе он тяжелый там 3 что ли с чем-то килограмм иногда это избыточно ну зачем тащить лишний вес если там тебе такой объем не нужен но этот рюкзачок мне нравится он далеко правда нигде со мной не был но вполне надежная модель я бы с удовольствием его взял здесь два кармана фронтальных вот таких продольных отлично сюда влезает термос что-то еще сюда вот можно запихнуть какую-то курточку там или не знаю клапанная крышка ну такой обычный рюкзачок мы его брали на самом деле несмотря на то что он большой брали под под жену как известно рюкзак всегда надо мерить не надо покупать просто так надо прийти туда по максимуму вещей набить и померить как он сядет на спину вот он вот именно этот рюкзак такого объема отлично сел на светину спину поэтому мы его купили но хожу с ним вот почему так я топ вскипятить воду для утреннего чаепития используем ну я вот взял вот такую маленькую китайскую горелочку это по-моему самая дешевая горелка которая есть на рынке горелок на нее я делал отдельный обзор отдельное видео вот прямо сейчас ссылочка всплывает можно посмотреть достойная надежная модель компактная такая в чехольчике ну вот в пластиковом это я на одного ее использую ну там на двоих можно брать на троих даже Паша вот использует такую шарку мне горелочка шарп тоже очень нравится от сплава она естественно ну и моя и вот эта горелка на резьбовой баллон у Паши она со шлангом у этой горелочки нет пьезоподжига но есть трубка подогрева топлива хорошая горелка мне нравится простая надежная у Пахи она уже черти сколько лет котелочек мой маленький в одну харю использовать милое дело сейчас водичка вниз кипятим а этот вчера в Паши нам варили суп это у Паши из магазина спортмастер какой-то из анодированного алюминиевый котелок что если на костре в нем греть ну там кипятить что-то воду использовать на костре то ручки опалятся ну вот видите ничего как бы сильно и не опаливается если аккуратненько такого куда-то там ставить то все нормально с ручками только вот у Паши они чуть это само почернели немножко но сама вот эта фигня как силиконовая или что это резиновая она вся целая ничего такого страшного нет у меня тоже есть я использую посуду из анодированного алюминия ручки тоже вот так вот откидываются только с пластиком и тоже ничего уже не знаю лет 5-7 использую ничего нигде не оплавилось так что ничего страшного кружечка кружечка обычная кружечка но титановая дорогая кружка титановая ни к чему это чисто понты но мне подарила жена сам бы я конечно себе такую не купил упахи упахи вот термокружка я термокружки не очень люблю потому что в них нальешь воду на улице минус 20 а на этот кипяток хрена стынет вот кстати внутрянка от Пашиной палатки Трамп Сарма вчера про нее говорили она полностью ну не полностью а вот из этой из ткани мне нравится вот такая штука когда из ткани не из сетки как моя палатка а так лучше тепло сохраняется и вот единственное что можно видеть что сначала ставится внутрянка и сверху уже накрывается тент ну не знаю мне конечно больше нравится когда ставишь тент и внутри пристегиваешь уже внутрянку но это как бы дело вкуса опять же ну на тот случай когда идет дождь какой-то непогода тогда конечно лучше внешний кент поставить но это уже так придирки для комфорту носим с собой вот такие шампурики самые дешевые из нержавейки легонькие я их прямо туда в ножовку кладу ножовку кстати вчера не использовали а Паша придумал такое решение кусок гофротрубы убирает удобно никаких веточек палочек ничего рубить не надо взял шампурики достал кусок мяса нарубил и на угли что касается ковра не могу сказать что за ночь он как-то это самое спустился там или воздух подуменьшился не знаю может что-то что-то такое есть но как бы это не точно ну я-то воздух туда надувал теплый из своего нутра естественно на холодной земле он там подостыл по логике должен был сжаться но ничего критичного как бы не произошло все в порядке хотя минуса конечно не было но все равно холодно прохладно все нормально спать на нем можно паха у тебя как ковер не это самое ничего нормально ну вот такая же фигня чуть-чуть как бы чуть-чуть воздух уменьшается в объеме еще пара штучек для комфортного отдыха это вот такая вот декатлоновская надувная подушка для того чтобы было поудобнее спать также у нас есть с собой табуретки складные паха поскладывая все равно будет складывать вот такая вот табуреточка она чик-фык-пык складывается и чуть ли не в две ладошки становится объемом у меня уже тут сиденьку я поменял потому что она порвалась вот у пахи такого же формата но еще на родной сидушке о легкая компактная вот так вот убирается в чехол очень приятно здесь конечно сейчас у нас есть бревна можно было бы табуретками пренебречь но вот когда где-то в горном например походе где бревен нету то такая табуреточка имеет место быть ну и из одежды на мне первым слоем идет термуха вот такая вот серая сплавовская ей лет наверное 10 потом флисочка и какая-то декатлоновская курточка сверху шапка ну это так сказать ходовой комплект на ногах тоже термуха резиновые сапоги ну шорты чтобы просто не было выглядеть не выглядеть очень смешным ну и еще вот поддевал сейчас буду убирать пуховочка декатлоновская курточка шебуршунчик тоже верхним слоем для утепления подойдет на ноги вот тапки переодеть чтобы в ногах ноги не прели вот такие вот корыцам я их обычно зимой использую хорошо они позволяют ходить по небольшому снегу то есть из палатки там вышел либо дойти снежку для воды зачерпнуть поджопник обязательно надо иметь чтобы это самое даже если на табуретке все равно сидеть в холодное время года прохладно вот такой сплавовский поджопник единственное края я у него закруглил потому что получается что он начинает рваться если края большие вот эти квадратные короче края и он рвет крепление этой резинки а да и на ноги вот еще термуха для утепления одевал на ночь и вот ходил по лагерю из шерсти мериноса вот такой вот у меня комплект одежды одежку тащил вот в таком вот мешочке сейчас у нас все убрал дотер дотер пэк сек 15 литров в принципе влагу держит единственное по швам по швам по швам пропускает воду наливал из швов течет но наверное если туда воду то не наливать а просто хранить в рюкзаке и ну под дождем я думаю что он убережет одежду хотя не проверял я честно говоря первый раз что ли взял ну вот и все прощаемся закругляемся мусор мы забрали с собой в пакете петюшку свою и петюшку которая здесь была тоже забрали ничего тут оставлять не будем и полторашку из-под пива за свинюшками тоже мы забрали весь мусор надо забирать с собой ну на этом все ну и традиционно как оно ставьте лайки подписывайтесь на канал туда-сюда в общем до скорых встреч слушай а что у нас кровь-то на томогавке мы вчера тут что делали что делали